Это программа День с толком. В студии Елена Кузловкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. И вот некоторые темы этого выпуска. Несколько очередей. В Барнауле открылся комплексный центр для вакцинации от коронавируса. Как не возмущаться ростом цен на овощи? В Шипуновской колонии есть способ. Герб Барнаула изменят, но не все с этим согласны. Чем ценен существующий символ? Но вначале о взрыве бытового газа, который прогремел накануне. А следователи назвали потенциальных виновных в ЧП. В ведомстве указывают на сотрудников Олейск Межрайгаза. В рамках расследования выяснилось, что весной этого года газовики проводили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты в одной из квартир дома. Сейчас правоохранители устанавливают, кто именно этим занимался. Напомним, хлопок газа в доме по улице Молодежная произошел вчерашним утром. Хозяйка квартиры, в которой был взрыв, пожилая женщина в ожоговом центре у 7-летней девочки, живущей через стенку сотрясения мозга. Председатель следкома России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в Бийске, когда женщина выбросила с седьмого этажа свою трехмесячную дочь, а затем прыгнула сама. Обе чудом не погибли. Младенца перевезли в больницу Барнаула. Врачи оценивают состояние как стабильное и говорят, что девочке повезло. А вот ее мать в тяжелом состоянии находится в городской больнице Бийска. Второй ребенок женщины сейчас под присмотром бабушки. Сообщается, что семья не состояла на учете в органах опеки, считалась благополучной. Подробностей ЧП немного. Так, в социальных сетях появилась информация, что в день происшествия женщину бросил возлюбленный. Это и могло стать причиной трагедии. Удар по мочевыводящей системе. Речь идет о возможных последствиях коронавируса у детей. Барнаульские врачи в этом году отмечают небывалый всплеск инфекции мочевыводящих путей у малышей до года, которые переболели ковид. Причем не у всех мы видим в анамнезе коронавирус. Может быть, он не зафиксированный. Может быть, действительно как-то ребенок перенес это легко. Но раньше, до коронавирусной инфекции, столько инфекций мочевыводящих путей у детей не было до года. Тем более болеют и мальчики, и девочки. Хотя вот, в принципе, инфекция характерна для девочек. Если раньше считалось, что коронавирус бьет прежде всего по пожилым, то сейчас врачи подтверждают, дети стали тяжелее переносить ковид-19. В первый год пандемии половина малышей и подростков болели бессимптомно, а теперь наоборот. Подробнее о детском ковиде, о его новых симптомах и о том, когда нужно настаивать на рентгене легких для своего ребенка, смотрите в интервью в субботнем выпуске. Кстати, с этого дня барнаульцы могут поставить вакцину от коронавируса еще по одному адресу. Новый пункт открылся в торговом центре «Геомаркет». И он отличается от других мобильных точек тем, что очередей будет несколько. Подробности у Маргариты Гартунг. Новый пункт вакцинации не такой, как все. На страже здоровья здесь стоят пять врачей и две медсестры. В процедурный кабинет пускают подвое и за день могут привить около тысячи человек. Это первый подобный комплексный пункт на Алтае, который может справиться с таким наплывом. Для населения ничего не меняется. Это также запись можно, я думаю, что с понедельника уже будет через госуслуги записаться. Именно сюда, в поликлиниках. Пока в третьей городской больнице и городской поликлинике номер 10 будет выложено расписание, запись на пункт вакцинации в «Геомаркете». В связи с массовой вакцинацией, введенной главой региона, число тех, кому нужно поставить прививку в первую очередь, выросло в разы. Врачам было сложно справиться с волной желающих и прежде. А сейчас процесс смог и вовсе встать. Поэтому сразу после указа губернатора новый комплекс развернули буквально за 72 часа. Я считаю, что это будет более комфортным, более качественным в отношении пациентов и в отношении работы медицинских работников. Это не будет создавать неопределенные неудобства в работе городских поликлиник. До обеда первого дня здесь уже привили девятерых. Почти все из них ставили уже второй компонент вакцины «Спутник». Кстати говоря, повторно привиться в этом комплексном пункте можно даже в том случае, если вы ставили первую дозу вакцины в поликлинике или в другом мобильном пункте. Будет без выходных работать. То есть с 10 до 7 также люди могут прийти после работы провакцинироваться. То есть, ну и сейчас, как в поликлиниках, уже записывают на август, да, то есть предварительно. То есть здесь у нас, в принципе, нет записи, сколько людей пришло, столько мы провакцинируем. Напомним, в Барнауле теперь открыто 5 центров вакцинации. Почти все находятся в крупных торговых центрах. Этот в Геомаркете, а также в Весне, Волне, Галактике и мобильный пункт вакцинации возле автовокзала. Появление других пока не требуется, сообщили в Минздраве. Однако при необходимости в ведомстве могут изменить решение. Маргарита Гартунг, Александр Антропов, День с толком. На Алтай поступило почти 11 тысяч доз новой отечественной вакцины «Спутник Лайт». Этот препарат, в отличие от других, однокомпонентный. И сейчас его распределяют между краевыми медорганизациями. Ее отличие от «Спутника ВИ» в том, что по своему содержанию она практически идентична первому компоненту «Спутника ВИ». В практике, безусловно, этот вариант вакцины нам пригодится. Возможно, как приоритетный для повторной вакцинации уже ранее привитых людей, либо для вакцинации переболевших. Между тем, в мэрии озвучили, когда в Барнауле пройдет День города. Дата назначена – это 11 сентября. Сейчас проводят конкурс, чтобы определить подрядчика на проведение мероприятий. В администрации не исключают, что в любой момент эпицитуация может измениться, поэтому заранее прорабатывают альтернативные варианты проведения праздника с учетом всех ограничений. Пока же основные мероприятия запланированы на площади Советов Сахарова, проспекте Социалистическом и улицы Молотобольской. Напомним, в прошлом году власти не стали приглашать известных артистов и отменили праздничный фейерверк. В этом же году барнаульцев не должны оставить без салюта. Отметим, что в прошлом году, возможно, это совпадение – вторая волна коронавируса началась после Дня города. На днях стало известно, что у барнаула появится новый герб. Этого требуют современные правила Геральдики. Многие жители города приняли эту новость неоднозначно. Так что именно не устраивает критиков, выясняла Ирина Корчегина. Самое страшное не то, что коня там уберут, а страшное, если вместо него там что-нибудь непонятное прилепят. Что будет на новом гербе барнаула, экскурсоводу и блогеру Антону Кокорину представлять не хочется. Еще в 2019 году регионам поручили завершить регистрацию официальных символов города в Геральдическом реестре с учетом актуальных замечаний и требований. Барнаульский герб, как оказалось, не проходит по всем канонам. Например, Геральдический совет рекомендовал исключить коня. И все-таки как символ барнаула главнее печь. А сейчас по композиции кони печь равноценны и визуально спорят. Поэтому считаю, что чисто визуально без коня будет лучше. Историю нельзя менять. Оставьте в покое гербы коня. Других проблем нет. Неправильно убирать оттуда коня, потому что, ну да, мы действительно не являемся частью Томской губернии. По факту, если мы это уберем, фактически мы сотрем очень большой кусок истории. И самое, что смешное, что никому практически 300 лет этот конь не мешал. Ну тут, видите, нужно изменить. Я не понимаю вообще зачем. Документ подтвержден, подписан, собственно, его императорским величеством. В архиве нам пояснили, герб барнаула был утвержден императором Николаем I 8 мая 1846 года. Почти за 200-летнюю историю он претерпел некоторые изменения, но несущественные. Сегодня герб – это французский щит, разделенный на две части. В первый – серебряный конь, символ подчинения барнаула Томской губернии. Внизу – доменная печь, которая олицетворяет барнаул как горнозаводской центр. Геральдическая комиссия России не приняла наш герб еще и в 90-е годы. И еще в 1996 году вставал вопрос о том, чтобы принять соответствующий нужным канонам геральдическим правильный, скажем так, герб. Но это не было проведено в жизни. И сегодня снова встал этот вопрос. По мнению историка Данила Дегтярева, гербы историчны. Нет ничего плохого в том, чтобы подчеркнуть. Барнаул – это часть Сибири. Когда-то он входил в одну из крупнейших сибирских губерний. Что такое герб? В средние века, когда не было вот таких, скажем, развитых средств коммуникации, герб – это был символ, который обозначал человека, город, вот какую-то общность. И по нему сразу было понятно, кто ты такой. Сейчас это не нужно. Сейчас герб – это просто красивый знак. Все, никакой практической значимости у герба нет. Да, возможно, какие-то там есть строгие правила геральдические, но зачем сейчас их применять? Зачем? Зачем тратить деньги на исправление огромного количества печатей, документов? Историки и общественники говорят, сейчас все в руках жителей. Будут ли они отстаивать герб своего города или нет? Так кто на этот раз примет решение? Его величество, как почти 200 лет назад, или горожане, покажет история. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. 39 кандидатов предоставили свои документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы от Алтайского края. Из них только четверо являются самовыдвиженцами. В Барнаульском одномандатном округе заявки отправили 9 человек. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по приему документов Анна Пономаренко. Параллельно идет процесс приема документов для выборов в краевое законодательное собрание. Уведомления о проведении партийных мероприятий подали 10 политических партий. Пока не было ни одного отказа. Однако новые кандидаты уже не смогут побороться за место. Прием заявок окончен. Данные политические партии уже и данные кандидаты, выдвинутые от данных политических партий, уже представляют документы на регистрацию. Это еще одна обязательная стадия. Как, я надеюсь, вы помните, до 4 августа до 18.00 надо представить в соответствующую окружную избирательную комиссию пакет документов на регистрацию кандидата. Ни одна из партий, выдвинувших своих кандидатов, не осуществляет сбор подписи. Процедура обязательно только при индивидуальном участии. К другим темам. Питаться нужно правильно, не забывать про овощи. Правда, купить их в последнее время непросто из-за стоимости. И пока в стране, в крае в частности, возмущаются ростом цен на продукты, в местах не столь отдаленных придумали способ сэкономить. Слово Дмитрию Дроздову. 25 осужденных на 16 гектаров овощных плантаций. Такая работа есть в колониях-поселениях. На огромном огороде женщины проводят 7 часов в день. За это получают зарплату, которую тратят на помощь семье, подарки детям или оплату судебных исков. Казалось бы, работа, но некоторые ловят азарт и даже какой-то спортивный интерес. А чтобы в промышленных масштабах собрать урожай, нужно досконально знать, почему нет его. Сегодня, допустим, нет урожая, завтра есть урожай. То есть нужно подгадать сроки, когда собрать какой ряд, какую клетку. Вопрос сроков, качества почвы, семян сейчас в тренде. Когда в стране производители продукты небывало взлетают в цене, начинают интересовать, из чего складывается стоимость борщевого набора. Об этом на Алтае говорил и сенатор Андрей Турчак. Время своего визита и рекомендовал развивать ярмарки, чтобы покупать овощи по адекватной цене. Но некоторые предприятия нашли другое решение. В колонии-поселении номер 7 все производят сами. Так, в этом сезоне осужденные сначала выросли в теплицах 180 тысяч корней. В нашем учреждении имеются две теплицы. Ну, так, чтобы все понимание какое-то у всех было, вместимость каждой теплицы более 60 тысяч корней. Значит, проводятся аукционные мероприятия, закупаем сырье, то есть это семена. Туда устраиваем, туда осужденные. Кстати, осужденные у нас все прошли обучение. Урожай, конечно, идет на кухню этой колонии. В другие колонии края отправляют еще 45 тысяч овощей. Здесь, кстати, даже делают засолку. Например, план на огурцы закатать 34 тысячи килограммов. Часть урожая отправляют в дом-интернат для инвалидов. Часть на общественный рынок. За посадками тщательно следят. Поэтому местный урожай может быть даже лучше, чем на воле. Звоню домой по телефону, спрашиваю у мамы. Говорю, что там у тебя как там в теплице, когда? Она мне говорит, так-то и так-то. Я говорю, а у нас уже вот так. Ну и так же сейчас. Я говорю, вы там собираете огурчики, помидорчики? Мы даже раньше вот получилось здесь начали собирать, чем у меня дома родители. Кстати, кроме овощей, в седьмой колонии поселение занимается и животноводством 130 коров. Молоко пастеризуют, разливают в бутылки, изготавливают сливочное масло. Собственное производство явно дешевле, чем в магазинах. И выход на потребителя здесь нашли. Дмитрий Дроздов. День с толком. Алтайский край занял первое место во всероссийском рейтинге. Правда, поводов для гордости мало. Наш регион лидирует по количеству людей с ожирением. По данным Минздрава России, в нашем регионе таких жителей около 127 тысяч. Примерно 6% от общего населения. К слову, первые позиции в этом списке Алтай занимает уже несколько лет подряд. И, похоже, никому уступать не собирается. В тройку не самых стройных регионов также вошли Удмуртия и Смоленская область. А меньше всего тучных жителей в Чечне. По мнению специалистов, причина ожирения – низкий уровень доходов. И вместо разнообразной и полезной пищи люди выбирают жирную и калорийную. Она приводит к быстрому насыщению, но помогает жиру откладываться. А вот что думают по этому поводу барнаульцы. Почему? Потому что перестали заниматься спортом, потому что стали ленивые. Много жрут этих. Кто они? Боргеры, да всякие заграничные дерьмо. Вот поэтому жиреют. Ну, возможно, нехватка у людей времени для того, чтобы готовить дома. И поэтому фастфуды. Что вы по этому поводу вообще думаете? Жрать поменьше надо. И скотч прозрательный. Можно питаться бюджетно достаточно, но правильно. А правильное питание – это не всегда равно дорого. Поэтому тут все зависит от желания, безусловно. К новостям спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» прошли в следующую стадию Кубка России, обыграв в гостях омский иртыш. Когда Сергей Шубенков приступит к своим забегам в Токио. Расскажем об этом далее. Футболисты «Динамо Барнаул» прошли в следующий этап Кубка России. Вчера в Омске подопечный Александра Суровского обыграли местный иртыш 2-1. Если первый тайм «Белоголубые» провалили, то во втором отрезке матча взяли игру под свой контроль. На 55-й минуте в дебютной для себя игре Антон Кобялко счет сравнял, а на 69-й минуте Владимир Завьялов ударом из-за пределов штрафной сделал счет 2-1. Таким образом, в одной 64-й финала Кубка России «Динамо» на своем стадионе примет Тюмень. Дата матча пока неизвестна. Мы же сегодня приехали, у нас, наверное, в заявке были одни лимитчики. Как бы очень тяжело нам, конечно, было. Ограниченное качество народа. Поэтому говорю, что с одной стороны, вроде радуемся, что хорошо. Хотя мы понимаем, чем дальше сюда заходим, тем нам будет тяжелее. Хорошего результата жители края ждут и от участников Олимпиады. Так, стрелок Сергей Каменский, взяв бронзу, готовится к новому испытанию. Стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений 2-го августа. А 3-го числа все смотрим Сергея Шибенкова. Барнаульский бегун выступит на дистанции 110 метров с барьерами в рамках первого раунда. В случае успешного результата сразу место в полуфинал и, надеемся, в финал. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде и спонсор прогноза по традиции компании Валар. До встречи!